Ну вот мы с вами потихонечку и добрались до последней части моих пустых баночек за январь и февраль. И как вы можете видеть, я уже перед вами расставила коробочки. Это у нас компания Сашет. Очень интересная, на мой взгляд, косметика. У меня есть подробный отзыв, обзор на эту косметику на канале. Девочки, оставлю под видео ссылочку. Если вам интересно, переходите и смотрите. Действительно, косметика заслуживает вашего внимания. Ну а в этом видео я расскажу буквально пару слов. Друзья, тоник-салфетка для лица очищающая. Действительно потрясающая салфетка. Кстати, хочу оговориться сразу о том, что салфетки все прекрасного качества, очень нежные, приятные, хорошего размера. То есть они не маленькие, классные салфетки именно по качеству. Тоник классный, как будто действительно его взяли и протерли лицом тоником. Ну, лицо тоником. Освежает просто на ура. Влажная салфетка для интимной гигиены. В основном использовала дочка. В школе очень понравились. Ни раздражений, никаких проблем абсолютно не вызвали. Влажная очищающая салфетка. Прекрасно очищает ручки. Тоже дочка в основном использовала в школе. Салфетка для снятия лака. Также в основном использовала дочка. Отлично смывает лак. Просто прекрасно. За исключением, конечно, глиттерных. Влажная салфетка антиперспирант. Чудесная салфетка. Девочки использовала также я и сама. Но в основном использовала дочка после занятий физкультурой в школе. Такое чувство, как будто вы приняли душ и воспользовались дезодорантом. Очень приятный цитрусовый аромат. И салфетка для снятия макияжа. Также в основном использовала дочка. Друзья, на ее глазах тушь, подводка и тени. Прекрасно смывает одна салфетка оба глаза. Девочки, косметика действительно достойная. Еще раз повторяюсь, обратите внимание на ссылочку под видео. Ну а теперь давайте я вам покажу, что же у меня еще закончилось. Две пачки вот таких влажных салфеток от КТ 120 штук. Отличные салфетки. Просто шикарные. Люблю их нежной любовью. Буду покупать до тех пор, пока не выведут из ассортимента фикс-прайса. Очень классные. Также от Наталечки из Курска мне приезжали вот такие салфетки. Это Dolce Milk. Мое любимое манго. Наталья знает об этом. Наталья, спасибо тебе огромное. Очень нам понравилось. Использовали вдвоем с дочкой дома. Она говорит, мам, мне даже жалко эти салфетки использовать, потому что аромат здесь просто невероятный. Мы обожаем манго. Наталья, спасибо. Они очень классные. Также в Улыбке Радуги я покупала вот такие влажные салфетки освежающие Day Spa с цветочным ароматом. Классные салфетки. Девочки, 15 штук. Вы знаете, отлично пропитанные. Пропитки хватает до последней салфетки. Они не сухие. Хорошо очищают ручки. Понравились. А вот эти салфетки не понравились. Это бюджетный вариант, который также продается в магазине Улыбка Радуги. Выгода называется. С ароматом фруктов. Ничего подобного. Здесь аромат какого-то дешевого-дешевого порошка. Причем он очень неприятный и химозный. Отвратительные салфетки. Но, правда, цена 10 рублей. Но все равно, девочки, даже за 10 рублей не покупайте. За эту стоимость лучше купить салфетки из Ашана каждый день. Также 10 рублей. А аромат гораздо приятней. Закончились у меня ватные диски. Покупала в магазине Home Market. Это бывший заодно. 150 штук. За 33 рубля их брала. Девочки, хорошие диски. Очень классные. Мне так понравились. Действительно, очень нежные, очень мягкие. Они не прошитые, но меня нисколько это не смущало. Отличная цена, отличное качество. Также мои любимые ватные диски каждый день. 120 штук. Обожаю их. И также покупала в Улыбке Радуги вот такие ватные диски Day Spa. Здесь 120 штук. Их цена была в районе 40 рублей. Не понравились, честное слово. Расползались, девочки, ни то, ни сё. Вот эти и вот эти гораздо лучше, чем эти Day Spa. Не советую. Лучше не покупайте. Как обычно, расходнички, ватные палочки каждый день. 10 рублей цена. Нет, сейчас уже 12 стало. Буквально недавно покупала. 12 рублей стоит, да, подорожали на 2 рубля. Ну, классные палочки, девочки, как расходный материал. Поправить макияж просто шикарно. И в Magnet Cosmetics покупала вот такие софт. Тоже бюджетные. 15 рублей стоили 100 штук. Ну, расходничек. Он, как говорится, и в Африке расходничек. Дальше, еще один пробничек у меня тут затерялся. Друзья, это дневной крем Реноваж Тотальная Реконструкция. Вы знаете, крем неплохой. Вот насчет этого крема, честно говоря, я бы подумала. Лифтинг эффект просто на лицо. Просто на лицо. Пробничка хватает на 2 раза. Аромат очень приятный. Честно, я призадумываюсь. Но это будет не скоро, потому что у меня в запасах очень много ухода за лицом. Именно кремов. Но этот крем мне понравился. Так, доченька использовала вот такую бомбочку для ванн от Миксит Омоложение. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет. Производитель с ароматом десертного вина, маслами сладкого миндаля и белого винограда. Девочки, полторы минуты счастья на самом деле. Которая стоит, ну, сколько рублей? 350, наверное, или 300. Сколько там бомбочки стоят у них? Ну, оно того стоит. Ребенок получил просто невероятное удовольствие. Она заснимала на видео весь этот процесс. Бомбочка идет с блесточками внутри. Бурлит шикарно. Чуть-чуть маслянистая пленочка плавает поверх воды. Девочки, вы знаете, это на самом деле наоборот хорошо. Потому что вот именно в зиму нужно особое питание. Здесь в этой бомбочке оно есть. Ребенку очень понравилось. В запасе еще одна такая есть. Но уже для меня. Когда буду использовать, не знаю. Ну, дорогое удовольствие, конечно. Но, девчонки, оно того стоит. Вот честно. Дальше покажу вам вот такое средство, друзья. Это пластыри компит антигерпесные. Вот по сути я не могу сказать, что у меня очень часто вылазят простуды на губах. Но, к сожалению, если вдруг я чувствую, что начинает как бы зуд на губе, я не дожидаюсь, когда пузырьки какие-то появятся. И я сразу использую какие-то антигерпесные помады. Там антигерпесные вот такие вот пластыри. Они, конечно, не бюджетные, но они своих денег стоят. Друзья, очень интересная упаковочка. Здесь шел пинцет. Также здесь есть зеркало. Классные пластыри. Работают просто отлично. Могу советовать. Сейчас, чтобы недалеко не отходить от темы простуды на губах, покажу вам вот такой бальзам для губ, регенерирующий герпицелин. Это компания Либридерм. Далеко не дешевый продукт. Его стоимость, по-моему, была то ли 350, то ли 380 рублей или 250, 280. Девочки, в общем, либо 300, либо 400 рублей. Где-то так. Нет, по-моему, все-таки до 300 рублей. Да, обманываю я вас. Объемчик у него здесь большой. Дешевый, вот, как обычно, я объемчики не вижу, в общем-то, да, как всегда. В общем, девочки, очень приятный бальзам. Вот, как всегда, на глазах, а я не вижу, 12 миллилитров. Очень приятный бальзам. Так, годен он до декабря 2019 года. Но я думаю, что я просто этот бальзам буду использовать именно как обычный бальзам для губ. Очень классно, мне понравился. Не дешевый, девочки, но он очень приятный на вкус. Для меня это очень важно. И что касается его лечебных свойств, да, действительно, это есть. Он помогает заживлять, именно если, вот, опять же, какие-то первые признаки простуды на губах. Классный. Покажу вам еще одну упаковочку из-под бальзама. Это также упаковочка, собственно говоря, да. Друзья, это знаменитый кармикс. Конкретно у меня идет с гранатом. СПФ-15. Длительная защита для сухих, потрескавшихся губ. Честно, ни о чем. Как его все хвалили, да какой он замечательный, да какой он потрясающий. Да с одной, там, с науприменением он губки ваши вылечит. О чем вы вообще говорите, девочки? Я не знаю. Вы когда-нибудь пробовали бальзам банальный пантенол от Эва Косметик? Вот просто. Вот серьезно. Девчонки, он работает тысячу раз лучше. Он гораздо лучше заживляет губки, чем этот дорогущий кармикс. Вот купила по отзывам некоторых девочек, а теперь жалею. И денег жалко, и вообще, не знаю я. Конечно, вкус у него специфический, но не самый противный. Я ожидала, честно говоря, худшего. Вот он охлаждает губки, кстати, неплохо. В принципе, ничего. Девочки, ну не с такой стоимостью, за которую его продают. Я покупала его в районе 350 рублей. Ни о чем. Эва Косметик, девочки. Бальзам для губ Пантенол. 15 рублей или 20 рублей счастья. Работает тысячу раз лучше. Ну, это, опять же, мое личное субъективное мнение. Все, конечно, надо пробовать. Дальше покажу вам вот такую пустую упаковочку из-под туалетного мыла, которое меня просто поразило. Друзья, это компания Рубль Бум с ароматом розы. Их собственная торговая марка. Эта мыльца мне приходила в подарок. К сожалению, в нашем городе такой магазин не представлен. Бюджетная цена мыла. Кипельно-белый кусочек бархатистый, который приятно держать в руках. Белая шапка пены. Девочки, я готова петь оды этому мылу просто без конца и края. Полюбила его нежно, любовью. Девочки, опять же, миленькие мои, спасибо вам огромное, что вы мне просылаете эти новиночки, которые просто меня в себя влюбляют. Вот на самом деле потрясающее мыло. Кто еще не пробовал, у кого есть магазин Рубль Бум, обратите внимание, мыло необычное. Еще раз повторяюсь, бархатистое. Оно очень классное. Объемчик небольшой у этого мыльца. Так, вот как всегда, заговорила Таня об объемчике, и объемчик потеряла. 90 грамм. Вот. Но, вы знаете, использовать его просто огромное-огромное удовольствие. Спасибо, мои хорошие. Еще один кусочек мыла у нас закончился. Это полмолив, роскошь, масел, масло миндаля и камелия для лица и тела. Конечно, для лица мы его не использовали, только для ручек, девочки. Но это мыло стало нашим одним из любимых. Потрясающе нежный аромат, такой дорогой, богатый, очень приятный. Аромат просто на всю ванную комнату. Вообще классное. Мыльца не киснет, с тем учетом, что у меня мыльница без слива, и мои домашние никогда не сливают оттуда воду. Мыло абсолютно не киснет. Ну, полмолив я просто обожаю. Просто обожаю. И любимое также нашей семьей мыло. Сейфгард должно быть обязательно всегда в моем доме. Обожает его ребенок. Невероятно кремовый мой любимый, потрясающий аромат. Девчонки, я его просто обожаю, всегда буду покупать. Очень-очень нравится. Так, вот такой вот пробничек у меня закончился, точнее, был в использовании. Это у нас компания Ифраше, туалетная водичка Натурель Асмандус. Не понравилась мне такая водичка, я бы такую себе не купила. Напрягающий аромат. Вот действительно, он меня напрягает. Нотки неплохие. Но какая-то здесь есть такая тяжелая, удушливая нота. Уж, девочки, насколько я не вредная насчет парфюма, да, по поводу ароматов, да. Но здесь какая-то удушливая нотка есть, вообще не понравился. Ну что ж, перейдем к декоративке, друзья. Ее у меня совсем немножко. И начну я, наверное, с продукта, который называется «Дохранилась». Друзья, это тональная основа от NYX. Оттенок вот такой, самый светлый, насколько я понимаю, ну или самый темный. Мне он показался все-таки темным. Девочки, посмотрите, какой он темный. Это просто какой-то кошмар. А теперь из серии дохранилась. Срок годности у него вышел очень давно. И вы знаете, наверное, я вам покажу все-таки на влажной салфетке, потому что консистенция в пух и прах просто испортилась. Видите, тягучая, ужасная консистенция. Вот такая тягучая. То есть все. Достаточно все-таки темноватый для меня цвет. Я не знаю, почему здесь поставлен первый оттенок. Желтит, очень желтит. Я думала, что, может быть, я его буду использовать летом. Вот я его разнесла. В принципе, девочки, носибельно, согласитесь. Носибельно. Я думала в лето его оставить. В общем, из лета в лето он у меня переходил. Просто, вы знаете, я не любитель использовать тональные основы. Почему-то они у меня очень долго используются. Аромат у него, конечно, испортился напрочь. Очень неприятный аромат. В общем, да. Дохранилась. Жалко. Безумно мне жалко. Девочки, слава богу, я его покупала в магазине «Подружка» со скидкой. Он мне вышел в 69 рублей в скидочных корзинах. Так, конечно, за полную стоимость я бы, наверное, рыдала бы, я не знаю, горючими слезами. Еще одна тональная основа, которую я выбрасываю, это люмина. В принципе, девочки, срок годности не вышел очень давно, наверное. Не знаю даже, где посмотреть. Запах не испортился. И она очень-очень приятная. Она на какой-то арктической воде. И самый светлый тон здесь. И, в принципе, для меня этот тон хорошо подходит. Все хорошо в ней. Но, вы знаете, у меня в запасах столько тональных средств, что, ну, наверное, все-таки придется мне с ним попрощаться. Хотя, откровенно говоря, мне жалко это делать. Здесь такой слегка розоватый потон. Все, что мне надо для моей кожи. Посмотрите. Все. Он прекрасно просто слился с моей кожей. Мне он очень нравится. Аромат очень такой приятный. Такой, знаете, как пахнет мыло, морские минералы. Но решила я с ним все-таки попрощаться. Еще раз повторяюсь. Очень-очень жаль. Следующее средство, которое у меня закончилось, это вообще просто горе мое. Друзья, это BB-крем от компании Тони Молли Делайт. Объемчик, как всегда, я, наверное, здесь вам и не найду. Нет, нашла 30 грамм. Но хватило мне его, девочки, года на два. Как бы не больше. Сейчас я покажу оттенок, если дожму что-нибудь. Потому что я его дожимала, девочки, в отдельную тару, чтобы использовать просто до конца. Не могу. Не могу ничего выжать. Сейчас попробую. Этот. Нет, девочки, все. Я тут ничего не выжму. Да, потому что я его использовала просто до конца. Он идеален для белоснежек. Он просто идеален. Он не проваливается никуда. Он держится на лице везде. Мне он очень нравился. Ну, посмотрите. То есть все, его не видно. Он прекрасно просто выравнивает тон. Лицо такое, знаете, как у фарфоровой куколки. Очень классный крем. Дорогой, конечно. Это жуть. Я не знаю, можно ли его еще найти или нет. Сейчас у меня в использовании также много тональных основ и BB-кремов, друзья. Но, вы знаете, наверное, за всю мою жизнь этот BB-крем был самый-самый лучший. Самый крутой. Никакими гидрофильными маслами я его не смывала. Использовала обычную мицеллярку, либо тоник, простите, либо лосьон, либо что-то такое. Вот молочко для снятия макияжа. Все вот это вот дело, короче. Потом шла просто банально умывалась. Никаких у меня забитых пор не было. Никаких проблем этот крем у меня не вызвал. То есть он супер. Девочки, просто супер. Если у вас появится возможность, да, есть возможность приобрести этот продукт, обратите на него внимание, действительно крем просто потрясающий. Дальше хочу вам показать вот такую пудру от NYX также. Вы знаете, я ее доиспользую, естественно, до конца. Просто показываю вам эту пудру именно в том виде, в котором, в принципе, можно понять вообще, о чем я говорю. Смотрите, здесь шло шесть секторов. Первый сектор – это беленький. Он идет как хайлайтер. Так, фокус появись. Это как хайлайтер. Дальше идет сектор зелененький, желтенький, фиолетовый, синий, то есть голубой и розовый. Вы знаете, я никогда… Посмотрите, какое красивое мерцание у хайлайтера. Ну, я обожаю хайлайтеры, да. Я никогда не использовала это средство как-то секторально. Я брала пуховочку, вот так повозюкала и на лицо. Просто прекрасно. Покраснение скрытое. Конечно, это не плотное покрытие, но покраснение скрытое за счет, конечно же, зелененького оттенка. Синяков под глазами у меня нету, поэтому желтенький, в принципе, ни к чему. Излишне розовый или фиолетовый я тоже не была. Да использую, естественно, до конца. И вы знаете, вообще есть у меня идея, которую, естественно, я слезала на канале у Иришки Бекман, собрать декоративку и парфюмы за год, которые мы используем. Мне просто интересно, сколько у нас продуктов уходит за год именно декоративка и парфюм, вплоть до пробничков. Вот честное слово. Ну, я надеюсь, что вам также будет интересно, сколько у нас этих средств уходит за год вместе с дочкой, потому что пользуюсь я, естественно, вместе с дочкой. Закончился у меня мой любимый хайлайтер от Essence So Glow. Он кремовой консистенции, розового цвета. Потрясающий просто хайлайтер, девчонки. Я не умею им пользоваться, но пользуюсь. Может, мне так кажется, что я не умею пользоваться. Он просто потрясающий. Давно снят из производства. Посмотрите, какая это красота. Он розовенький у меня. Есть еще такой золотой. Но золотой мне не очень подходит. Мне кажется, золотой больше подходит для загорелых девочек. Но это вообще просто супер, девочки. Мерцание просто невероятное. Ой, жалко, что закончился. Ну, ладно. Буду пользоваться тем, что есть. А у меня есть чем пользоваться. Мне Иришка такой хайлайтер девчонки от эстрады присылала в подарок. Сейчас пользуюсь. Просто налюбоваться не могу. И последнее, что я вам покажу. Нет, не последнее. Вот такая вот тушка. Мне приезжала также в подарок от Натальечки из Курска. Это Avon Color Trend Boost It. Наверное, так она называется. 7 мл объем. Когда Наташа прислала эту посылочку, у нас, как обычно, с дочкой есть такая дележка. Если кисточка силиконовая, тушь идет мне. Если ворсовая, то дочке. Мне повезло. Здесь была силиконовая кисточка. Мне очень понравилась эта тушь. Она очень классная, девчонки. Просто супер. Я не ожидала. Но она у меня так быстро закончилась. Так быстро засохла. Начала сыпаться. Девочки, наверное, месяца полтора я ей пользовалась. Очень быстро. Мне даже жалко стало. Но мне тушь действительно очень понравилась. Девочки, как она классно разделяет реснички. Ну, это просто супер-супер. И теперь точно два последних продукта, которые мне осталось вам показать. Это две малышки. Пробнички туалетных водичек от Иван, которые также мне прислали девочки в подарок. Первая. Это у нас Иван Ив Элегант. Очень понравился аромат. Мне он напоминает аромат. Соло эликсир фиолетовый от компании Ифраше. Просто супер. Классный. Очень понравилось. И вторая водичка. Это у нас Эйвен Пульс. Тоже водичка. Очень понравилась. Но мне кажется, что она была бы лучше, конечно, на весну, а не в зиму. Так, фокус. Вернись. Вот. Очень понравилась. Классный. Вот. Друзья, все. Ура, я отстрелялась. Ура. Действительно, ура, я отстрелялась. Да, за два месяца, когда пустые баночки собираются, это очень моторно и долго. Я прекрасно понимаю, что некоторым не нравятся длинные видео. Ну, друзья, ну а куда деваться? Куда деваться? Видите, сколько частей. У меня опять вышло целых пять частей. Спасибо всем огромное, кто был со мной с самого начала и до самого конца. Мне действительно это очень приятно. Я рада, что у меня такой потрясающий, классный зритель. Девочки, спасибо огромное всем вам за то, что вы у меня есть. Я, как всегда, обычно переживаю, заговариваюсь ужасно. Отвыкла с вами много болтать. Но все, теперь все поменялось. Потом обязательно вам расскажу, что у меня поменялось. Буду с вами теперь общаться гораздо-гораздо чаще. Друзья, спасибо вам всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока.